здравствуйте друзья сейчас я вам вкратце выдам секретную информацию обычно я ее придерживаю и рассказывают те кто приезжает ко мне на тренировки по байткастингу у меня еще много таких секретов некоторые же думают что они там байткастеры охрененные они вообще все умеет или по телевизору научиться мысли по видео просмотра в ю тубе научиться смотреть ну френта тут а было значит и самое главное запомните кто вам первый об этом сказал а то там был час блогера тырить информацию да не так у меня тырил это некоторые значит так осевой тормоз вы все вы что думаете там японцы или там американцы или еще какие-то европейцы они лучше нас что ли да нет они такие же в чем-то они превосходят конечно в чем-то они такие же большинство их также как и у нас но не до не очень ну грубо говоря ну обучающийся опыта малова ну за всю жизнь приобретают опыт там и дальше уже может быть старость там что-то имеет вот этот воблер стать вообще не летит поэтому приходится с пулю контролируешь пальцем не трогай тормозилку в это за как хочет ну таковы вот эти вот свин бойты глайдеры составные всякие некоторые ничего летят идет плоские вообще не летят так вот значит вы видели сюда как эти и пушки там казалось бы ручонки маленькие там проверяет выровняли осевой тормоз или не кота 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 чё кота кота то я помню у меня есть видео старые где я рассказывал о ну упомянул так а настройки осевого тормоза но не упомянул для чего вообще это нужно ну то что убрать люфт это понятно я вам говорил что вот колпачок без кликера вы сможете настроить осевой тормоз более четко убрать лифт вообще в ноль для чего это нужно и нужно ли вообще ну большинство это не нужно то что вообще не в теме не в теме но думают что они в теме всегда вот я вам рассказываю секрет открывая еще раз говорю запомните кто вам это сказал какой-то части это не зайдет потому что они работают всегда на перетормозе стоит у них катушка это правильно всегда на перетормозе ставьте катушку чтобы у вас не было проблем особенно новичкам это говорит и они этого не почувствуют это почувствуют только те которые работают на пограничной зоне в пограничной зоне тормозил когда в каждый момент может произойти перебежка того чтобы чуть больше трещи кинете или что-то сделаете не так где-то у вас там хлестка появится или еще что-то такое в броске вот я фанатею такими бросками в пограничной ситуации стараюсь конечно все таки иногда контролировать пулю пальцем хотя несколько лет этого не делал полагался на тормозилку ой как я далеко уже убежал от темы да ну давайте тема то в двух слов значит что такое и в том же видео по-моему я вам рассказывал как проверить на заполненной шпуле желательно чтобы она была заполнена шпуля носителем вашим неважно что там потому что она становится тяжелее у нее появляется инерции как проверить выстрелю в ноль или нет у вас заполнен носителем кончик приклеен кусочком скотч или пластырь и чем вы там клеить и вам чтобы не дры 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 вот этого не было не болтался выставляете осевик сейчас я вам скажу для чего это нужно как это сделать я уже говорил но для чего это нужно и начинаете тянуть закручивать колпачок вы увидите даже на нашу шпуль сдвинулась начну затянули начинаете отпускать и покачивать вот так вот катушку если у вас смазка там жиденькая шарики раскатанные в том смысле что уже похоже на это мне нет новый густой какой смаз как бывает иногда то у вас пули стоит на месте а катушка движется вот вы отпускаете вот без кликера это сделать лучше всего точнее всего потому что вы сдвигаете на микроны а кликер всего лишь вам даст на клик сдвинуть а это достаточно много надо было так вот делаете так в даже не надо вот это вот кота кота делать наш пули просто-напросто начинайте отпускать осевой тормоз после того как он затянут вы стянули оси шпули отпускаете и покачиваете вот она стоит на месте вы опять отпускаете пускаете о точнее не стоит на месте движется вместе с катушкой отпускаете всего то нас наконец-таки стоит на месте а катушка движется и пальцем вы не ощутите вот пальцем вы не ощутите выравнивание в ноль что называется именно в ноль не то что вы там рассказываете всем что вы в ноль, вы в ноль не выставили пальцем, вы не почувствуете. Иногда бывает люфт в подшипниках и в посадочных местах, и даже когда вы выставили по правильному в ноль, как я объяснил, все равно вы почувствуете кота-кота некоторые. Это у вас просто уже люфтит там в посадочных местах. Ничего страшного. Главное, чтобы вам выставить, чтобы шпуля по оси не ходила даже в малом. Теперь самое главное, для чего это нужно. Можете поэкспериментировать, но только тот, кто на пограничном забросе работает, тормозилки. Тот, кто на перетормозе, ему по барабану, это нет. А тот, кто на пограничном, особенно это важно джигитам, которые далеко кидают, чтобы не было перебежек. Так вот, у вас, когда вы регулируете вашу тормозилку магнитную, неважно, посмотрите, насколько двигается ваша система к шпуле. Неважно, что у вас там, линейный, макфорс, инфинити кулачковая. Насколько двигается. Так вот, представьте, если вы оставляете кота-кота, вот ваша шпуля иногда залипает в одном положении, иногда в другом. И вот залипла она в сторону торможения, это хорошо. Вы чувствуете, вы можете даже почувствовать перетормоз небольшой. Ну, если она залипла в другую сторону, то вы получите перебежку. Понимаете, о чем я? Даже если вы на перетормозе на легком работаете, перебежка может произойти в тот момент, когда идет ускорение шпуля, и ваша тормозилка не справляется по тем иным причинам. Но это в другом видео. То есть, поняли, как уставлять осевой тормоз и для чего это нужно. И именно при экстремальных полетах вашей приманки, если вы дальнобойный джигит и если вы работаете в пограничной зоне тормозилки. Вот тут это очень важно. Это секрет. Теперь знаете, кто вам об этом рассказал. И это абсолютно точно. Я думаю, что все поняли. А то там рассказывают, у меня осевик в ноль. Да ни хера он у тебя не в ноль. Ты даже ноль не знаешь, как выставить. Теперь вы знаете, как выставить ноль. Помните, кто вам об этом сказал. Спасибо за внимание.